Здравствуйте, меня зовут Юлия и вы находитесь на моем канале о вязании, который называется Емеля Нитинь. На своем канале я рассказываю вам о вязании, о всем, что связано с вязанием, о том, что я вяжу, как, когда, делюсь с вами своим опытом и присутствует у меня также несколько мастер-классов, которые вы сможете посмотреть и, возможно, что-то захотите для себя связать. Сегодняшнее видео я хочу посвятить отдельно одной модели шарфа. По этой модели я связала уже два шарфа в разной пряже. Почему отдельное видео? Потому что это моя персональная модель, я ее придумала и, как мне кажется, очень неплохая. Я хочу по нему сделать отдельное описание, которое будет доступно на Ravelry. И хочу продемонстрировать эту модель в отдельном видео, потому что я считаю, что она действительно достойна такого внимания к себе. Итак, я хочу вам показать вначале два изделия примерно вот в общем плане. Два шарфа. Это связан из Малабриго Мечита, а этот связан из Ленс Дюнерд Поэма. Я начну с поэмы. Этот шарф в длину у меня получился около 170 сантиметров. Состоит он из из, так скажем, трех частей. Крайние стороны, как бы концы шарфа, это ажурное такое полотно с веерами, с такими. И средняя часть шарфа состоит из шишечек и вот таких дырочек, отверстий. Вначале я увидела, знаете, вот такой замечательный узор, который мне понравился. Я немного его преобразовала под себя и использовала шарфей. Я хотела сделать что-то очень, ну и ажурное изделие в том числе. И, ну, как бы стильно, не слишком, чтобы оно было похоже на какое-то возрастное изделие. Знаете, когда раньше вязали, например, там павлопосадские платки, я ничего не хочу сказать против, но павлопосадские платки, они все ажурные, да, все связанные из ажура. Я не хотела, чтобы получилось от такое изделие, чтобы оно было, ну, немножко стилизовано под какую-то нашу современность, но с отсылом все-таки каким-то вот таким красивым ажурным деталям. Я сейчас повяжу его на себе. Повторюсь, это Дайс Дюнерд Поэма, цвет номер 23. Вот этот цвет, я очень довольна, знаете, с чем? Что он переходит, что он в одной монохромной гамме, да, а темного просто переходит к светлому. Вот цвет у него как бы единый, ежевичный. Кстати говоря, вот сейчас, в 2019 году, это один из трендовых цветов. Мне так удалось попасть. Вот так выглядит шарф. Надеюсь, у него со всех сторон видно. Ширина у шарфа получилась 25 см, 24-25 см. Длину я говорила, порядка 170 см. И, посмотрев, что модель у этого шарфика получила действительно очень симпатичная, я решила сделать еще один шарф, немножко преобразовать, ну, как бы подстроить эту модель под другую пряжу. И нынче очень известный производитель Malabrigo, который делает совершенно потрясающие, как мне кажется, цвета. Пока, наверное, их никто не может повторить. Ну, повторяют, конечно, девушки, которые занимаются ручным крашением, может быть, другие фабрики, ну, я просто не все, наверное, знаю. Есть такая еще фабрика с очень таким сложным названием. Если я вспомню, я напишу в видео. У них тоже очень пестрые разноцветные окрашивания, просто я, да, действительно не со всеми знакома. Ну, так вот, я немного преобразовала вот эту модель шарфа под другую пряжу. Использовала Malabrigo Michita. Два цвета. Синий цвет называется Sherry 883. Он, знаете, такой не... Вот, чем интересна эта пряжа Malabrigo, вот именно эта фабрика, что они не красят в единый цвет пряжу, даже если она выглядит вот как здесь просто синий. Вся их пряжа выкрашена какими-то вот всполохами, оттенками других цветов. И здесь, в этом цвете присутствуют темно-синий, сиреневый, темная бирюза, чуть светлее. Темно-сиреневый, я говорила, да. Получается вот такое меланжевое красивое полотно. Шири 883, да. А этот цвет тоже Malabrigo Michita. Цвет называется Lava 716. Вот этот окрас у них появился в этом году, в 2019, у Malabrigo. И он немного отличается от предыдущих методов их окрашивания. Если другие, вот вы посмотрите, у них пасмы. Они выкрашены, ну, такими участками, короткими сегментами. Ну, хаотично, но все же. А здесь он, этот шарф, нет, не шарф, пряжа, а такая пестрая. Я не знаю, они брызгают, капают на эти свои пасмы. И получается вот такой эффект. Почему я совместила вот эти два цвета? Потому что вот в этой Lava присутствуют синие оттенки. И они очень хорошо дополняют друг друга вместе с правым цветом. И в то же время контрастируют. Очень хороший получился эффект. И такая вот теплая, уютная гамма, по-моему, подо все может подойти. Этот шарф я немного модернизировала под пряжу. Это описание. И здесь взято, да, я сказала, две пасмы. И они ушли у меня полностью. Вот что у меня осталось с двух пасм. И шарф получился длиннее, чем Lens New York Poema. Он получился, если я его вот повяжу на себя и стану ровно, он будет практически у меня ниже колена висит этот шарф. Он 185. И по ширине чуть шеи 26 сантиметров. Его очень, сейчас я покажу, красиво носить. Я не знаю, это в два оборота или во сколько. Значит, класть на себя, оборачивать одну сторону, а потом другую сторону. Получается вот так. Можно его задрапировать. Я в зеркале не вижу, как я задрапировала. Здесь красиво. Ну, именно в обратную сторону. Вначале замотать лаву, а потом шари. И вот такой получился шарф. Я, конечно, прониклась, честно говоря, шарфами. Я их себе вязала прежде, но без каких-то либо таких узоров. Вязала себе шарф в клетку, в которой чередуются лицевые и изнаночные петли. Он у меня такой двухсторонний, реверсивный. Чтобы можно было не задумываться, а привязать его какой угодно стороной. Ну, вот, каждый день на такой шарф, на каждый день. Очень теплый, из альпаки. Но производитель, я не помню, купила в каком-то своем случайном магазине. Ну, вот, у себя в районе. Ну, в общем, он не популярный в России, как мне показалось. Вот сейчас я связываюсь с пряжей, частенько сталкиваюсь. Я больше пока этого производителя не видела. Вот такие у меня получились шарфы. Хочу сказать отдельное спасибо производителям пряжи, что делают такую красивую, пестренькую пряжу, которым можно делать такие замечательные изделия. И по поводу шарфов. Да, я прониклась изготовлением шарфов, потому что, ну, во-первых, их интересно видать, потому что быстрее, чем свитер. Чуть дольше, чем шапка. И можно фантазийные узоры придумать и совмещать их интересно. И здесь очень большая свобода выбора. Самое главное, я считаю, вот в этих изделиях, в шарфах, это, конечно, хорошо совместить узоры, да, чтобы в их сочетании они получились и дополняли друг друга, и в то же время оттеняли. Это тоже такая непростая задача, но зато очень интересная. Спасибо, что посмотрели мое это небольшое такое видео. Оставайтесь со мной на моем канале, учитесь по моим урокам. Я думаю, я их делаю понятными, доступными. Стараюсь как можно подробнее все описывать. Смотрите другие видео, оставайтесь, приходите еще. Спасибо. Пока.